здравствуйте друзья мы отправляемся в этот субботний день можно сказать рабочий полдень мы отправляемся погулять по городу санта-круз по даунтауну вот буквально там за углом и даунтауну и дальше я уже буду так все рассказывать мы проходим к даунтауну и тут у нас такое здание ну как бы commercial real estate то есть здесь офисы находятся здесь мило ресторан да вот он впереди он не просто итальянский вот такой еще морской как бы как-то мы здесь даже снимали до свет трудно эти места где мы еще не снимали санта-круз тут мило сегодня немножко пасмурный вот насколько вчера было жарко холодно вот друзья холодно если вчера все ходили в шортиках такой длины что знаете шортики типа стринги такие сейчас модно но вот сегодня прохладно хотя относительно прохладных вот там вот там через квартал будет таунтаун вот вы видите это здание 1882 года тут был совершенно замечательный кафешок а сейчас что-то происходит даже не знаю что подстроиться заунтаун такое место где старины всякой много можете представить вот тут по сто с лишним лет здания стоят хотел показать вам как цветет все какой сегодня число свет 18 марта вот как все цветет давайте на другую сторону улице повернемся а вот а вот в другую сторону хорошо вот такие идут галереи поперек улице то в глубину вот такая красота лепота стариной местами отдает восстановить а торгует все тем же эти здание старинное а торгует не поймешь чем пережиток прошлого друзья виде будки информационные проспекте киев там местные публикации теперь бесплатно раздается тут вот а там еще одна будка ну там написано что-то кафе там можно делать что-нибудь слушать вот тут люди сидят и закусывают а вот я хотел вам улицу еще раз показать как она вся в цвету выглядят почему-то деревья вот эти цветущие только с той стороны улицы а вот с той где мы идем как-то все иначе а как хорошо мы друзья с вами в прикольном магазинчике вот тут будда у нас есть но я хотел не это показать а вот собачка она подъезжает да и так все хорошо так и вдруг выглянуло солнышко так шли мы себе шли никого не трогали и тут солнышко а вот люди сидят ведь там огонь горит видимо для тепла во всяком случае вот эти лампы они для тепла газовые там внизу баллончик вот тут и так горит если холодно согревает закусывающих трудящихся надо сказать что в калифорнии принято вот так раскрашивать стены идешь там вроде так было бы глухая стена а так прям какой-то манмартер извиняюсь сами понимаете друзья нельзя просто так ходить по даунтауна и ничего не выпить здесь вот забрели в небольшую кафешечку вот так она фактически там внутри пару столиков а так все же не здесь на улице вот я так мы таком замечательном окружении ну да это чтобы когда будут поливать чтобы все пролилось сразу вне смены наверно так ну чё свет хорошо гуляете по даунтауна да солнышко вышло заметно лучше правда да совершенно другое дело мне принесли кофе латы так красиво цветочка что же это у тебя такое какой-то чай какой-то шоколадный не помню за какой-то чай оригинальный моего раньше не пробовали но здесь такое место много-много разных чаев какой-то он шоколадные что-то цвета калитку дайте там бросить и они в такую вот баночку экзотическую нам положили лёд а ничего если я или ты мне блюдечко дать я поставлю эту штуку на блюдечко это друзья нам принесли вот тот чай что свет и кого который называется чоколад манки чоколад манки вот там какие-то ягодки там действительно кусочки шоколада ты не шоколад а что это это фрукты в чем-то таком облазнивать ему саду это конечно какой-то фрукты но шоколадный привкус там тоже есть друзья будете в наших краях заходите спросите чоколад манки тип как ты выживаешь the guy who's taking pictures very nice guy his wife see i presume yeah very nice people a good time here Джим жил в Москве, когда был маленьким мальчиком И я говорю, мне надо было три года Я говорю, мне было пять, а мне было восемь Эй, ну, он был эй Он был эй Мы очень мило поболтали с нашими соседями Папа его был военным атташе Соединенных Штатов в Москве И он так очень интересно рассказывал, парень Что вот когда Гагарин полетел Терешкову он помнит И у него была масса значков И он еще помнит, но он постарше меня Вот буквально там на пару-тройку лет И он еще помнит вот эти вот собаки Лайка, Белка Там что там, Белка, Стрелка Вот, и он говорит, что в Америке все дети Хотели вот такую собаку Я даже не помню, каких пород они там были Ну вот, просто было, говорит, такое совершеннейшее сумасшествие Все дети хотели собаку Как Белка, Стрелка, там Лайка Вот это А это какой-то такой Не знаю, что они хотят сказать Ну вот, что-то они хотят сказать Вот, пожалуйста Видимо, это крик души А это, это самое, по-моему, это что-то против аборта или за абортом Не, Светечка, это... Ну вот эти стрелки Стрелки, это мальчик и девочка Но, нет, вся эта штука, это, как сказать, нетрадиционные ориентации Со своими флагами Вот смотрите, друзья К органической еде мы все уже привыкли А тут еще есть органическая одежда Вот так бывает Мы, друзья, находимся в таком шляпном, можно сказать, раю Федя, как тебе шляпка? Вот эта Очень Красиво? Очень Да, а почем же вещь? А что вы себе думаете? 60 баксов, не так мало Так Но хорошая, мягкая, приятная Ну-ка, а вот тут Коричневая Классно Вам такая же, как та, только на половатой Не надо, тебе все шляпы хорошо О, вот это мой размер Это наш Классно, да Да? Наш ответ Чимберлену Друзья, была такая песня Про... Правда, не Чимберлена, а Черчилля От имени советского утиля Ох ты, мамородная Скала Это замечательная фирма Мы были на приеме У Черчилля Там не про шляпу, но У него штаны в полоску И вообще он парень в досках Где они такого отчепили? Это лучше Хорошо Света, если бы мне было куда носить шляпы Я бы, наверное, купил пол магазина И не снимая бы ходил в меня одну другую И не снимая бы ходил, но ты понимаешь Вообще, чем меньше волос на голове, друзья Тем лучше сидит шляпа Не, ну это как пенсионер какой-то Что? Можешь помочь с чем-то? Просто Посмотрим Попробуем Ты получил Да У тебя замечательная коллекция Спасибо Ох, смотри на это Смотри на это Смотри на это Смотри на это А? Света? Нет, не должен Света говорит не должен Не должен, но какая вещь Никому ты ничего не должен Нет Свет Смотри Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, друзья, ваза Угадайте, что продают в этом магазине с такой вазой Продают носки Это магазин носок Вот так вот Ну, конечно, и носки тоже Вот, пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скоро лето, друзья Если вы собираетесь на Гавайи Хочу вас предупредить Что на Гавайях вам обязательно захочется гавайскую майку Рубашку вот такую И там это будет стоить в 20-3 раза дороже Чем просто вот так где-нибудь купить на континенте Ну что же, мы почти в самом таком центральном месте даунтауна Давайте посмотрим, что у нас тут Вот такие общественные здания Вот там даже не знаю, что бы это было Что, часовня? Ну, это не часовня, это какой-то, я даже не знаю Это часовня, очень старая Мы когда-то так не подходили Часовня от того, что часы, что ли? Ну да, да Это часы, они, это типа какие-то воротцы такие Там колокол свет Наверное, когда пожар в городе Они могли бы бить в этот колокол Давай скажем так Это будет не часовня у нас, а колокольня А вот тут невероятный, так сказать, памятник Современный такой, да Мне кажется, челюсть отвалилась Это такой динозавр Ну, может быть И тут вот прямо памятник-памятник А наверху у него что-то Надо сейчас подойти глянуть И шествуя, важно В спокойствии чинном Мой грустный товарищ Мне машет крылом В больших сапогах В полушубке овчинном Кровавую пищу клюет за окном Но этот, конечно, не совсем уж прямо так Этот поставлен в 28-м году В память солдат и моряков Погибших во всех войнах Которые, так сказать, были на американской земле С участием американцев Вот такой памятник Ну, вот кто скажет, что непрелестная картинка Очаровательная, совершенно картинка Уличная зарисовка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok